Продолжение следует... Продолжение следует... Название доклада есть слово «основы», глубоко лист в SEO я не буду, а скорее это некий мой опыт, местами печальный, когда мне приходилось разрабатывать сайты, которые в дальнейшем неожиданно попадали в руки SEOшников и, в общем, что после этого происходило. Надеюсь, что мой опыт может кому-нибудь из вас избежать таких ошибок. Мало кто из разработчиков любит SEO, да, это так. Разрабатывали вы сайты, разрабатывали долго, мучительно, вроде бы успокоились, расслабились, дали. Ну, тут приходят SEOшники и говорят, проблема, сайт не индексируется. И вываливают кучу тикетов, следующих из них доработок. Иногда эти доработки бывают очень трудоемкими, существенными. И, конечно, ничего кроме негатива это не вызывает. И иногда доходишь к такому состоянию, что хочется поступить, как этот парень. SEO-сакс. Постыщь салам. Ахарт, но... Но SEOшники, как это ни странно, не желают нам зла. Они просто делают свою работу, так же, как и мы, свою. SEO-это тоже целая наука. И в своей работе SEOшники учитывают очень много различных факторов. Есть внутренняя, внешняя SEO. И у нас с ними не так много точек соприкосновения. Безусловно, самым важным с точки зрения SEO является контент. Но мы сегодня рассмотрим нашу непосредственно зону ответственности. В частности, начнем с тегов. Я для начала побуду немножко капитаном очевидность. И упрямую, что самый важный тег — это тайтл. Ну, на случай, если вы вдруг забыли. Поговорим мы дальше о других, не менее важных тегах. Знали ли вы, что на вес ключевого слова на странице влияют не только теги тайтл, дескрипшн или теги заголовка, h1, h2 и так далее. На самом деле, как видите, здесь есть и другие, на первый взгляд, безобидные теги. Ну и они вносят свой вес. Что это за цифры? Ну, если брать тег тайтл как самовлиятельный, то есть его влияние 100%, то по отношению к нему вот эти теги имеют тоже некий свой уровень влияния. SEOшники используют это тайное знание и иногда делают что-то такое. Ну, лучше так не делайте, но, да, можно такое встретить в сайтах, которые раскручиваются. Если говорить о значении тегов, то тут, в общем-то, все как и в семантике, что мы... То есть тег стронг — это некое важное слово. Ем — это тоже акцентирование внимания, то есть это логическое выделение. Теги B и E — это просто визуальное привлечение читателя, то есть, ну, чтобы человек, там, читая статью, там, акцентировал внимание. То есть это просто физическое выделение. А теги B и E — это, в общем-то, структурные теги. На самом деле, сейчас поисковики уделяют внимание тому, чтобы код страницы был корректный, верный с точки зрения оформления. То есть, приветствуется использование и тегов абзации, и списков. То есть это, в общем-то, плюс нашей страницы. Но неправильное использование тегов в связках может не только принести в пользу, точнее, вообще связки тегов могут не только принести в пользу, но и нанести вред. Сейчас мы рассмотрим несколько связок тегов и их влияние, в общем-то, нарез ключевого слова. Первый вариант. Здесь все, в общем-то, просто и логично. Если слово используется в тегах заголовка, а затем где-то в тегах абзации, то это хорошо, в общем-то, и идет на пользу. Если слово используется в каких-либо выделяющих тегах, а затем в телестранице без выделяющих тегов, то это, в общем-то, тоже хорошо. Вообще, с точки зрения выделяющих тегов, если слово используется только в выделяющем теге, но не используется больше нигде на странице, то это противоречит релевантности, и такое слово просто не будет учитываться. Следующий пример. Ну, да, очень хорошо последовательно управлять теги заголовков. H2 после H1, H3 после H2 и так далее. Это тоже, в общем-то, я думаю, известная вещь. А теперь приятным примером. Не рекомендуйте использовать ссылки внутри выделяющих тегов. Также очень плохо использовать ссылки внутри тегов-заголовков. Признайтесь, делали же наверняка, когда такое, особенно если это логотип, ну, точнее, название компании, то есть английский логотип, ну, нет логотипа, но есть некое название компании, и чтобы вернуться на главную страницу, но выслание компании у нас все равно было самое важное слово на странице. Ну, да. Делали такое. Ну, я делала, да, больше не буду. Причем это плохо. Также плохим считается повтор заголовков H1, это называется спам. Но это противоречит, в общем-то, идеологии HTML5, которая позволяет нам на странице использовать несколько тегов-заголовков и для каждого из них использовать свои теги-заголовков. Это вопрос волновал многих, и есть даже официальный ответ Google на канале Google и Buster 5. Если кратко, то можете использовать несколько тегов H1 на странице. Google, в общем-то, в этом отношении более лояльный. Ну, главное не злоупотреблять. Разбавлять их какими-то другими тегами. И ответ, в общем-то, довольно распорщит, и, как обычно, все под нашу ответственность. Но просто будем иметь это в виду. Ну, и последнее, самое плохое сочетание тегов, это уделяющие теги и три тега заголовка. Ну, я просто кратко оговорюсь, это считается спамом. То есть, если кто-то пытается очень сильно выделить какое-то слово, то поисковик это воспринимает как спам, то есть навязывание ключевого слова. Поэтому такой вот штраф к ранжированию. Как вы видите, от наших действий, от нашего использования тегов и их сочетания, зависит очень многое. Мы можем повысить вес ненужного ключевого слова, понизить вес ненужного. Можем нечаянно создать такую плотность ключевых слов вот с помощью выделяющих тегов на странице, что поисковик воспримет страницу как спам и вообще не будет ее индексировать. Поэтому нужно как-то этого избегать. Что же можно сделать? Типичная проблема — это использование CSS-селектора по тегу. Казалось бы, в этом ходе нет ничего такого. Многие так делают и даже не задумываются о результатах. Но если вы не уверены, что в теге заголовка будут действительно важны ключевые слова для сайта, лучше не привязываться к тегу. Гораздо безопаснее будет делать вот так. Задать класс. И тогда либо вы, либо любой другой человек сможет в любой момент заменить тег заголовка на безопасный дир. Либо вернуть обратно. Либо использовать там другой тег заголовка, а выше, пониже. И на стиле это никак не отразится, потому что за стиль теперь отвечает класс. На самом деле, такая система именовальных классов очень удобна. И имена классов говорят сами по себе. Вы прекрасно знаете, что там находится. И другой человек в вашей команде, увидев такую систему именовальных классов, тоже очень быстро в ней разберется. И она очень безопасна и устойчива. И вы совершенно не привязываетесь к тегу. Такая система именований используется, например, в B-методологии, я думаю, известной многим. И также есть подход от Николаса Галахера, разработчика Twitter. Он также вдохновил все идеи B, но немножко доработал. И предложил эту интересную систему именований. Посмотрится на досуге, может быть, вам понравится. В общем-то, используя такую систему именований классов, вы облегчите задачи себе и своим коллегам и избежите проблем в дальнейшем, если ваш сайт будет оптимизироваться SEO-шниками. Перейдем к следующему, к следующей головной боли. Это Аякс. В сочетании SEO и Аякс, многие разработчики сразу не отказываются, опускают руки. Да и SEO-шники тоже считают, что Аякс и SEO – это вещи, в общем-то, несовместимые. Посмотрим, что же можно сделать. К примеру, у нас есть такая простейшая, примитивная навигация. В дата-атрибутах у нас некие уникальные ссылки на разделы. Такой вот простейший обработчик кликов. По клику до раздела мы получаем дата-атрибут, отправляем его на сервер и получаем уникальное содержимое для нашей страницы. Выводим, может, вот эту новую. В общем-то, все работает. Навигация без перезагрузки. Что может быть лучше? Но есть проблема. URL не меняется. То есть получить доступ к конкретной странице мы не можем, обратившись по прямой ссылке. Но окей, но тут нам на помощь приходит хистериалка. Мы добавляем в обработчик клик о смену URL с помощью хистери. Уже стоит. И, казалось бы, теперь у нас у всех страниц уникальные углы. Опять же, двигация работает без перезагрузки. Все здорово. Но приходят SEO-шники и несут нам плохую весть. Страницы не индексируют. Ну да, посмотрим на это с точки зрения поисковиков. Ты ссылку видишь? Нет. Она есть. Только не там, где надо. Ну окей. Добавим ссылку. И урок для наших разделов поместим туда, где ему самое место. HF. И перевесим обработчик на ссылку. В общем-то, здесь все то же самое, только нужно не забыть про ректуру false. Мы ведь хотим, чтобы наша навигация работала без перезагрузки страниц. И теперь все хорошо работает. Ну, единственное, что рекомендуется еще доработать с БК, поскольку теперь мы можем обращаться к страницам по прямым ссылкам, то нужно проверять. Если это яркий запрос, мы возвращаем только тело страницы. А если это прямой заход или заход робота поискового, то мы возвращаем полное тело страницы. Заголовок, контент, хитр, контент, отсуток. И этот подход имеет еще также два профита. Любители открывать ссылки на умах не смогут теперь это делать. Те, у кого, не дай бог, какой-нибудь старый драйвер, в котором не работает в хисториапе, тоже сможет беспрепятственно ходить по страницам сайта, правда, с перезагрузкой. То есть можно сделать фолдэк. Ну, или если у кого-то, не дай бог, вообще джавоскрипт не работает, все равно это нормальная работающая ссылка. А что если у нас немного другая навигация? Что если мы используем теш-фрагменты? И, к примеру, наши разделы, это даже не просто разделы, это просто какие-то состояния. То есть по клику на ссылку мы можем контент либо подгружать с сервера, либо формировать как-то из существующих блоков. То есть это вообще, по сути, некий набор состояний страницы. Как же быть в таком случае? Можно ли индексировать такой сайт? Можно. Для начала добавляем металтег, который сообщает о том, что на сайте используется навигация с хэш-фрагментами. Затем немного видоизменяем наших хэш-фрагментов, добавляя восклицательный знак. Этот уровень называется красивый. Поисковик, видя такие красивые уровни в телестранице, формирует из них другие уровни, которые называются некрасивые, добавляя вот такой вот раметр скепт-фрагмент и поставляя значение хэш-фрагмента. И запрашивает с сервера страницу с таким вот адресом. Задача сервера, естественно, реагировать на это. Ну, например, можно сделать HTML-снимки разных состояний нашей страницы, соответствующих каждому хэш-фрагменту, и прямо туда редиректить всех роботов, которые зашли с таким параметром. Ну вот, вкратце, как это работает. Браузер выпрашивает сервера содержимое по красивому рлуме, даем весь HTML, живоскрипт необходимый для навигации. А поисковый робот, в свою очередь, формирует несколько запросов, соответствующих каждому хэш-фрагменту. И задача сервера вернуть ему снимки для каждого из этих хэш-фрагментов. Ну и чтобы наша оптимизация была полноценной, естественно, желательно, чтобы там были уникальные тайтлы, но если не поленитесь с description. Это поддерживается в Google, в Яндекс и по нефтяным данным вбин. Вы можете поподробнее почитать эти руководства. В руководстве от Google также есть несколько рекомендаций, как можно индексировать результаты поиска с хэш-фрагментами, как обеспечивать обратную совместимость, если вдруг сервер не поддерживает выдачу HTML-сминков по параметру эскепт-фрагментов. В общем-то, это работает. Так, пользуйтесь моздоровым. Но у нас есть еще одно вид, одностраничное приложение. Например, вы используете Node.js. В общем-то, ваша страница состоит только из подключенных скриптов, которые дальше уже сами запрашивают весь необходимый контент-сервер. Поисковец, зайдя на такую страницу, не увидит он не то, что хэш-фрагментов, а вообще никаких ссылок. Как же ему помочь проиндексировать одностраничное приложение? Да все то же самое. Добавляем этот фрагмент и проверяем на сервере эскепт-фрагмент, который запрашивает поисковый робот. Ну, например, для Node.js, используемый на Express.js, можно написать такой вот код. Если у нас есть эскепт-фрагмент, мы берем его значение. Если пустой, то это, соответственно, индекс. И запрашиваем, отправляем обратно шлемой снимок для каждой из страниц. Что такое, что мой снимок, о котором я сегодня несколько раз говорила? Вот, к примеру, одностраничное приложение. Сверху его видится в обычном состоянии, а снизу, что мой фрагмент с главной страницей. Как вы видите, все очень просто и элементарно. Те же ссылки на статьи, которые и в самом приложении. И обращаясь по этим ссылкам, поисковый робот опять встречает в заголовке метод экфрагмент и добавляет исследователь фрагмент и запрашивает все теперь уже что мы снимем для статьи. Таким образом, прекрасно индексируется и индекс, и все статьи. И тут даже не нужны никакие кэш-фрагменты. Итак, как мы видим, ничего страшного нет поисковой оптимизации и одностраничных приложений, и аякс-навигации. Что еще мы можем сделать для того, чтобы чуть-чуть меньше не любить SEO? Ну, мы можем сделать кнопку «Еще». Всеми нелюбимую кнопку «Еще». Допустим, у нас есть какая-то кнопка «Еще 10 записей». По клику на нее мы добавляем «Еще и еще 10 записей». Примерно так выглядит обработчик. Мы наращиваем порядку номер страницы, даем ее на сервер и добавляем записи, соответствующие каждой странице. Ну, логично. Все записи, которые находятся на второй и последующих страницах, не индексируются. Ну, можно, конечно, добавить ссылку. Добавить ссылку на следующую страницу. По прямому заходу на следующую страницу выводить эти 10 записей и ссылку на еще следующую страницу. Может быть, добавить ссылку на предыдущую страницу. Но это слишком запутанно. Не так-то. Гораздо проще дать ссылку на все страницы. На самом деле, глубина проникновения поискового робота на сайт может быть ограничена. И если вы будете скармливать по одной странице, он все равно не проиндексирует их все. Поэтому лучше дать ему сразу все записи. Поисковики рекомендуют даже так делать. А если вы используете классическую пагинацию с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, опять же, рекомендуется для страниц с разными порядками и номерами использовать канонический орл, ведущий на список всех страниц. Это позволит поисковику проиндексировать все ваши записи, сколько бы их ни было. Ну, как мы видим с пагинацией тоже, в общем-то, не все так страшно. Что еще интересного мы можем решить? Картинки. Картинки для SEO тоже очень важны. Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее интересных советов, которые дают более опытные сложники, менее опытные. Может быть, какие-то из этих советов пригодятся ли нам. Первый совет прописывайте alt. Сейчас поисковики очень любят alt, и туда рекомендуется прописывать очень подробное описание того, что находится на картинке, чтобы поисковик точно знал, что же это за картинка, и в поиске по картинкам выдавал ее антритман. Конечно, спрайты наше все, и, как правило, основные картинки именно в тегах EMG находятся в контентной области, за которую мы уже с вами не отвечали. Но иногда картинки используются в формировании. Например, логотип может быть картинкой. Нам ничего не мешает прописать вайт такой картинке название компании, хотя бы название, не может быть какой-то ее слоган. И тогда кто-нибудь, кто будет искать по названию компании, наткнется на логотип компании, может быть, он его и искал, может быть, он даже зайдет на сайт, это же очень хорошо. Следующий совет используйте говорящие имена файлов. Ну, в общем-то, тоже поисковик рассматривает имя файла как некий набор ключевых слов, по которому можно потом отобразить картинки. Ну, мы тоже можем это использовать, давая полное описание того, что находится на картинке. Знаете, иногда очень приятно, вот мы зашли в папку с картинками и смотрим, а там какая-то картинка 2.GPG, которая весит 2 метра. Мы думаем, а зачем она нужна вообще? А если там будет написано, что это рогаи кафе, торт и смеск, мы сразу а, точно, это же фоновая большая картинка для раздела контактов, ее не надо трогать, пусть лежит. Следующий совет, тоже неотделим от предыдущего, группировать схожие картинки по папкам. Поисковик рассматривает не только имя файла, но вообще весь путь к файлу. И папка тоже может быть каким-то включенным словом, по которому можно будет потом картинку отобразить. Я рекомендую использовать это вообще без привязки к SEO. Это хороший тон, группировать не только картинки, но и стили, и сквиты, для нашего проекта. Так будет удобнее всем разработчикам, вообще будет понятнее, порядок будет в файлу. Следующий совет уже более интересный. Указывайте размеры картинок. В общем-то мы знаем, что если указаны размеры картинок, то это ускоряет загрузку рендеринг страницы. Это очень хорошо, это не только поисковая оптимизация, это вообще оптимизация в целом. И для мобильной разработки это тоже очень полезный совет. Как и следующие, стилизируйте файлы картины. Для каждой картинки всегда нужно выбирать оптимальный формат. То есть для каких-то небольших иконок это может быть PNV8 или GIF. Если у нас есть прозрачные области, то конечно PNV24. Хотя может быть и PNV8, в зависимости от того, где картинка выводится. и вообще что он представляет. Для фотографии это конечно JPEG. Причем крайне рекомендуется использовать Progressive JPEG, потому что он и грузится быстрее, в большинстве браузеров это так, и рендерится более дружественно для пользователя. Опять же качество JPEG-а тоже можно выбирать по ситуации. Иногда можно его понизить и восприятие качества картинки не поменяется. И есть даже такой ход для ретины, когда JPEG увеличивается по ширине и по высоте ровно в два раза и значительно понижается его качество. До того, чтобы визуально картинка нормально воспринималась. И потом она выводится в ее исходном размере. Весит она, как правило, меньше, чем выглядит более качественно визуально. Если вы не слышали о таком премии, обязательно почитайте и попробуйте это действительно работает. Как мы видим, поисковая оптимизация и оптимизация сайта в целом неотделимы. И поисковики учитывают скорость загрузки страницы. Конечно, это только один из факторов, который учитывается, но он тоже очень влиятельен. Помните о том, что если страница грузится медленно, то она может получить минус кронжирования. И потеряла мысль. И посетители сайта всегда лояльнее относятся к тем страницам, которые грузятся быстрее. А ведь мы с вами делаем сайты для людей. Я надеюсь, это так. а не только заработать. Напоследок я скажу. Сунк последний по списку, но не последний по значению. Это будет файл robots.txt. Разрабатывая сайт и выкладывая его на тестовый сервер, не забывайте про этот файл. Помните, поисковые роботы следят за вами, и они доберутся до вашего сайта, даже когда вы этого не ожидаете. Никому не хочется, чтобы сайт серьезной компании кто-нибудь увидел с фотографиями котиков или нашел фотографию котика, которая называется именем генерального директора компании. Поэтому обязательно используйте этот файл, пока вы разрабатываетесь слайд, и пока это не его последняя версия. роботы. Роботы стекста на самом деле очень сильная штука. Можно запретить индексирование только для некоторых роботов. Например, вот такая запись позволит удалить картинки из Google Images, если вдруг понадобится. Или можно запретить индексацию только определенных папок или путей. Но самое главное по окончании разработки, когда вы сдали сайт, удалите файл роботстекста. Иначе все старания SEO-шников по раскрутке просто пройдут даром. А клиент, который вложил деньги в периодичную рекламу и раскрутку просто их потеряет. Не забывайте про файл роботстекста. Ну, в общем-то последний слайд, то вы тоже. Когда начинаете разрабатывать сайт, вы не можете быть уверены на 100% что ему не понадобится поисковая оптимизация, что он не попадет в руки SEO-шников. Поэтому по возможности помните об этих правилах, используйте их. И тогда в общем-то ничто не обращает вашего настроения. Спасибо.